Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тейлим. 76-й псалом, вторая половина. 76-й псалом, один из толкований, говорится о том, что он для спасения от огня, от пожара и от воды. Причем в прямом и переносном смысле. Иногда у нас где-то пожар, где-то заливают, где-то действительно реально. И вот для того, чтобы спастись от этого, читается этот псалом. Вообще этот псалом, он как бы предвидение будущего. Он говорится о том времени, когда Всевышний вступит в борьбу и разгромит уже войско Гога и Магога, и укротит свою ярость, и сохранит остаток народов, которые будут трепетать перед ним. То есть это предвидение о каких-то великих днях. Теперь, что касается более такого потребительского, если можно так сказать. Для судей. Для судей. Судья имеет огромную ответственность. Написано, что очень серьезно судят судей за неправильно вынесенные решения. Причем каждый думает, что ну судья, я же не судья. Если ты не судья, часто в жизни бывает, что мы становимся судьями. Кого-то мы судим, кто-то нас просит рассудить. Сами мы беремся. В этом случае у нас тоже огромная ответственность. И поэтому этот тигелин читают, чтобы вот помощь неба была в правильном решении, чтобы вынести прямо правильное решение. Кроме того, этот псалом очень сильно работает для памяти. Когда человек чувствует что-то с памятью у него, то особенно на восьмом, по сути, концентрацию, когда делаешь, ты страшен, то стоит перед тобой во время гнева. И написано, что в этом, по сути, есть имя, которое улучшает память. Имя Бога, которое очень сильно действует на память. Попробуйте. Что еще говорится? Кстати, о памяти говорится еще, что в Талмуде, в трактате говорится о том, что оливковое масло, если вы возьмете одну ложку чистого с утра на тощак, будете пить. Это очень помогает для памяти. Что еще? Говорится, что этот псалом рекомендовано использовать роженицам. Особенно, когда они испытывают боязнь, потери плода или страх. Проверено, что в этом случае женщина уходит в гнетущее состояние и благополучно разрешается от родов. И очень он помогает. Вот, пожалуй, пару слов о этом великолепном псалме. Брахава Ацлахаму.